Не против, что все у нас записывается, в интернет выставляется? Нет, конечно не против. Слушаю. Вот вопросы накопились. Такого... Мы Библию сейчас тоже женой постоянно читаем. И вот мы решили, что все вопросы, которые будут у нас возникать, и которые мы такие точные ответы не находим, вот на наше время что-то перевести, вам будем задавать. И также мне еще, друзья мои и близкие, и тоже вопросов несколько с каждого. Матфея 5.22. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит свиндриону, а кто скажет безумный, подлежит гене огненной. Вот, Игнат Тихонович, можете на наше время перевести, что означают эти слова? Это означает, что ты говоришь их брату, который рожден свыше, который трудится для Бога, который движен Духом Святым. И ты фактически по ношению говоришь на его труд, это на Духа Святого. Вот на меня, которые нападают, там, потрясший смещенник, и он головой крутит, и без сатана, без сатана. Он не понимает, что делает. Бог покинул его. Он уже все за гранью, откуда возврата никогда не будет. Он уже гену огненную собрал себе. Он видит, что я проповедую. А вы, иритики, вдруг сейчас видит, у нас митрополит служит, батюшка награждает крестом с украшением, ко мне идет в жилище, слушает внимательно, что я говорю, а слова-то обличительные говорил. Ему, конечно, человек же, надо понимать, тоже не все это удобно, однако уже позади все это дело. Эти слова остаются сейчас, их начинают по интернету распространять, что я там говорил. А я бы на это не пошел, если бы Дух Святой меня не подвиг на это. А что безумный, безумный, это свободно можно сказать. Считаем 13-й псалом и 52-й. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. 13-й и 52-й псалом. Тогда Господь, когда говорит, то обращаются безумные и слепые. Безумные и слепые. Значит, можно говорить? Можно. Почему? Это враги Креста Христов. Вот Жуна Давидашвили, когда умирала, она безумная, она прожила жизнь сатаною и теперь расхищает имение, ничего нету, она с ума сошла. Всем помогала вроде, ну там экстрасенс в первой стране был, а умирать тебе не могла помочь. Приемного сына загубили. Он ничего не слушался, разбился на машине, а пошел в сауну, там зарезали, говорит. Это от Бога? И что, безумные? Безумный человек, а Иоанн Златов говорит, не безумный, а безумнейший из безумных. Вот еще как. Почему пророк Исаии говорит, и злодей, и злодействуй, и злодейски. Даже не скажешь так. Вот так, что здесь говорится, именно брата твоего, верующего. А где безумные не верят в Бога, ты свободно можешь. Почему? Ты слова библейские прочитал. И свои. Вот так. А, ну то есть, если, допустим, действительно вот человек безумный, ну вот, допустим, болезнь у него какая-то, да, то, ну, как бы, я, можно сказать, безумный, эти слова к этому не относятся. Нет, конечно, нет. Это болезнь. Тебе потерял разум. А бывает, обезумел от гнева, от страсти он что делает. А это о брате и речи. Нет, о человеке, который крещен, который помазан Духом Святым, который получил рождение свыше, а он хулит его. И Господь говорит, скажут на Сына Человеческого проститься, а на Духа Святого не проститься ни в этом веке, ни в будущем. Это одно и то же. Это оттуда взято. Ну, то есть, это, получается, хуление Духа Святого. Да. Получается, если, вот, к примеру, через человека явно Бог делает свои дела, и вот кто-то, кто-то начинает его осуждать и говорят, что вот в нем бес, или это бесовские дела, или это прелесть у него, а это на самом деле Бог. А это на самом деле Бог, да. Когда обречаешь, оно все не совпадает тогда с тем, на что человек настраивался. Это не просто так. Вот взял, да и прочитал, да и сказал. Ты должен обстановку чувствовать. А чтобы не ошибиться, никогда не говори. Это слово исключить из лексикона. Чтобы не ошибиться. Лучше всего. А не так я буду определять. А я думаю, он неверующий. Ты можешь ошибиться. Лучше не говори. Скажи, я считал, написано так, успокойся. Гнев не то человечески не творит. Правда написана. Второй вопрос. Матфея 5.24 Оставь там дар твой пред жертвенникам и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда и приди и принеси дар твой. Вопрос. Если брат на тебя обижен за то, что ты сказал какую-то ему правду. Ну да. То есть обличил его в чем-то там. К примеру, он что-то не так, какой-то грех совершил, ты ему это сказал. Но он на тебя обиделся. И относится ли это вот к этому стиху, то, что вот этот момент? Ну, обстановка покажет на самом деле. Потому что здесь бывает нюанс в произношении, в интонации, в движении тела, во всем высказывается презрение. Это, понимаете, на все случаи никак надо конкретно под какому случаю это говорится. И тогда надо стараться так. Если попадает под сомнение, лучше не делать, не говорить, не смотреть. Отвечать меньше будешь. Не знай, как дома сидит, а знай, только по судам таскают. Если ты сказал против, значит, вышел на тропу войны. И теперь думаю, устоишь или нет. Меня в другую раз подначивает, как говорят, а вот такой-то, почему его не обречили? Я материалу дал, там все сказано. Я же скинул ему. Достаточно. И когда, как сказать? Вот сейчас сидим за столом там, я кое-что сказал. Сказал, что раньше времени рукополагает, никуда не годится. Крестят, как попало, не крестят, портят люди, людей только. Я сказал. А они не приняли. О, теперь все. Из Икииля 3.18. Если брат согрешал, а ты не сказал, не обличил его, он погибнет, а его кровь я взыщу с тебя. Но если ты говорил, Из Икииля 3.18, но если ты обличал его, он не послушал, то он погибнет, и кровь на его голове, а ты спас свою душу. Вот как. А не так, что моя хата с края, я ничего не знаю. Это не пройдет. Но у меня еще общего-то с ним. Ян зато, он говорит, воздух общий, земля общая, солнце общая. Вот и весь сказ. Надо вести себя кротко, смиренно, тихо. Когда за дело Божие ревнует, тогда дело другое. тогда человек ревнует. Павел, он разговаривал с Елимой, волхвом, говорит, ты враг всякой правды, сын дьявола. Доколе будешь совращать прямых путей господних? Вот на тебя рука Божия, и он ослеп сразу. Ясно дело, что он сказал эмоционально. Не так, что там, ты враг, дьявол, там это все, не надо. Иоанн Златоуст говорит, если бы гнев был не от Бога, он бы не существовал в природе. А раз гнев есть, мы должны направить в нужную сторону этот протуберанец. Так, а вот, это же вот тоже Матфея 5.24, оно же касается и, к примеру, и Святого Причастия. Когда подходишь к чаше, ты должен примириться со всеми своими врагами. Да. Ну так, вот, Тузерис, скажем, пойди, что если кто-то имеет что-то на тебя, или как там, да, прежде примирись с братом твоим, но если, то есть надо как бы от себя все равно сделать. Ну, он, разобрать, он имеет что-то, почему имеет, я с ним заговорил, я вижу зря, я говорю, это неправда, все, больше от меня ничего не требуется. Нет, я буду, все, все, на тебе лежит. Я тебе сказал, засвидетельствовал, когда придешь, говорит, перед жертвенником положи дар, то есть молитву прекрати, жертвенник, это крест Христов, ты подошел, на Голгофов зашел, жертвенник Новозаветни, это крест Голгофы. Я перед Христом молюсь, все я сказал, а он имеет, он всю жизнь дуется на кого-то, ищет конфликтные ситуации, мне это не надо. Я говорю, ты на меня обижаешься что-то, ну, не обижаешься, да нет, да это, вопросов и нету, отошел, не надо углубляться, а я слышал, да мне сказали, да мало еще слышал, зачем тебе это надо, все это от пустоты и зависти, другой причины-то нету, если бы занимались, тогда бы у нас времени на лишнее не было, а то сколько надо сделать, сколько помочь где-то, работу физическую, дома, везде, за скотиной ухаживать, а так человек пустословит и не знает, чем закончит, начнет предложение и не знает, к какому концу вытащить, а ты бы молчал, если не дано, помолчал, и мало того, подошел на ухо, сказал, брат, я вот видел, соблазняюсь, может быть неправильно, я подумал, прости меня, заранее попроси прощения, вот так, дальше. А вот зависть, она вот так трудно обнаруживается, судя по всему, то есть, и когда человек ей обладает, он не знает о себе это, он думает, что каким-то другим причинам это, ну как бы, говорит о человеке. Ну вот, Пилат, говорит, знал, написано, что предали Христа из зависти, а они не знали. Пилат, языческий поставленный начальник, знал, а они не знали. Ослепленное злобой. Дальше, Иосифа, братья, продали в плен, продали в рабство, по зависти, написано, а если бы сказали им, да мы, да этот мальчишка, да он моложе всех, мы ему завидуем, да что там, они завидовали ему, что отец больше его любит. И это выявилось, когда они пришли туда, и он там начал их помаленьку, по углам разводить. Тут они поняли тогда, да, это зависть была, черная зависть. Вот мне завидуют не тысячи людей, намного больше. А завидовать, у меня ничего нету. А они завидуют, почему сами проспали свою жизнь. Они неинтересные, тусклые. И поэтому завидуют. У них образование высшее, а я им не завидую. Так у вас нет образования духовного? Никогда не было и нету. И я рад этому. Мою душу никто не корежил, как Осипов. Я учился, у ног Христа сидел. Полвека. И поэтому, как Андрей Кураев говорит, что бы я ни сказал, все будет не такое, как у других, оригинальное. Я в Слове Божьем нахожу ответ. Вот сидел архиерей, я этих спросил, которые сидят, диаконы и подиаконы. Вы молились когда-нибудь, чтобы Бог дал слезный дар? А он стоит в алтаре, хохочет, хихикает там, другого тоже на это ведет. Ради архиерея только не тронули, мы бы сразу оттуда убрали. У нас богослужение было. Вот и весь ответ. Дивные дела Господни, что Бог делает с нами, если мы Ему доверяемся. Не ради семинутных политических амбиций. Так сказал Господь Бог, и все на этом. А почему? Да вот на Украине, да там где-то. За грехи, за грехи пришел Ульянов, за грехи пришел Шикель Грубер, это Гитлера фамилия. Вот так. А не было бы этого, мы жили правильно, он бы не родился, его просто, он не защищался бы, а Алоиз не защищал бы его. И все. Далее. Вот Христос воскрес. Вот в чем чудесность этого воскресения по сравнению с тем, что уже были случаи воскресения? Почему акцент делается, что вот он воскрес, так, как будто этого никогда не было, воскрешения? Те, которые воскрешали, воскресали, они тут же и умерли вскоре. А Христос воскрес навеки. И воскрес в обновленном теле, а те воскресли в своем теле, грешном, болезненном. Точно, 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 что ты как-то не догадываешь. Точно. Вот такой еще вопрос. А вот что говорит Библия о сплетниках, о сплетничестве? Есть ли в Библии, вот по поводу этого, что-нибудь? Да, есть. Не переносите слухи, не переносите. Наушники называются. Наушничают. Он приходит, вот такое-то, я слышал, сказал, они в презрении у людей и у Бога. Они желают наушник, разделяют друзей. Ну, зачем это нужно? И все. Это никуда не годится. Интересный, рассказывает, случай был с Сократом. К нему какой-то подошел один, знакомый, и говорит, ты знаешь, я такое узнал про твоего лучшего товарища, такое. Вот хочешь расскажу? Он говорит, подожди, то, что ты слышал, ты уверен в этом, что это так было? То посадок говорит, да нет, я не уверен. Итак, ты хочешь мне рассказать про моего товарища, то, в чем не уверен. Говори дальше. Он говорит, ну вот он, так, подожди. А второе, а ты, как думаешь, это ближе меня сделает товарища, или может между нами кошка черная пробежать? Он подумал, да нет, отношения ваши не улучшатся. Итак, он говорит, ты хочешь прийти мне, пришел, рассказать про моего любимого товарища, то, в чем ты не уверен, и знаешь заранее, что это послужит к нашему размежеванию. Хорошо. Давай дальше будем говорить. И ты это все скажешь, тебе на душе будет легче? Тот подумал, да нет, я тоже теперь опасаться буду. Итак, ты хочешь рассказать? И снова повторяет ему. И да больше, ну да нет, говорит, рассказать еще не буду, пошел. Это мудрец так. А другой бы уши развесил слонове до полу, и давай, говори. Вот я-то узнал-то, я-то запишу себе, он как Золотухин. Валерий Сергеевич, сейчас пишут, похороны, как прощание называется, зарядить прощание, Золотухин. И он везде про всех артист, про всех все записывал. С кем был, с кем рядом, все записывал-то. Женой, с которой был, с прелюбодейкой, все записывал. И везде он бурщал, недоволен. А он у меня был, пришел сюда, вот я сижу, его привел, привел сюда режиссер Кузнецов, Владимир Сергеевич, да, ко мне сюда. И он начал говорить, кривляйся, я говорю, а что вы тут кривляетесь-то это? Ну, он артист такой, да нет. А вы знаете, а я уже знал, что он живет там с разными женщинами, а там, где он ест, там быстро исток, он храм построил. Я говорю, да твой храм-то нужен ли? Когда душа-то, твоя храм осквернен. Твой храм осквернен-то. Главный-то храм, вот он где, а не там. Как говорится, не в стропилах, а в ребрах. Ну, и я его обречил, поговорили, и с этим он ушел. Он пришел с намерением, удивить может меня, а меня чем-то удивишь. Что ты говоришь, я это уже прошел на этой неделе, говорит, в 80-й раз. Ну, и вот так. Я знаю, завидую, чему завидуют, моей свободе. Для меня не существует никаких единиц, перед которым бы я стоял и просто боялся. Я писал в ООН, обличал. Сессию ООН, всем патриархам, всем генеральным секретарям, писал и обличал их. А уже оттуда давали указания разобраться на местах. И меня вызывал там первый секретарь горкома партии, это вы писали, я говорю, я. И дальше. А потом он в конце КГБ тоже тут участвует. Какую бы вы пользу нам принесли, Игнатий Тихонович, у вас такой характер, у людей порядок, жесткая дисциплина, то, что нам надо. Я говорю, да я на своем месте, не люблю места менять. Я с работы на работу никогда не переходил. Меня выгоняли всегда. Когда узнают, что я верующий, говорила. А зачем выходить? Надо работать здесь. Нам мало платят, но я две нормы буду давать, у меня нормально выйдет. Я в этом вопросе был неукротимый. Ни разу с работы, ради другой работы, получите другой город. Нет, меня гнали, и я бежал в другой город. Написано, бегите. Поэтому один сказал, «Подстарайтесь вы Игнатью подражать, а волчий хвост у вас торчит». Зачем? Хвост волчий. Ну вот, смешно, конечно. Ну вот так. Далее. Ну да, ну вы это во всем, у вас во всем так. Так вот смотрите, когда мы считаем там пятая, шестая глава Нагорной пропоти Христа, блаженны нищие духом, блаженны плащащие, девять блаженств. И дальше говорит, кто нарушит одну из малейшихся заповедей, малейший нарищется в Царстве Божьем. Спрашивает, как так нарушить? Какие заповеди? Да вот эти, которые есть, малейшие, то есть юнейшие, они недавно произнесены, не те, которые на горе Синаи при громах и молниях. Так он нарушил блаженны нищие духом, блаженны плащащие, или блаженны милости, блаженны миротворцы. А он не миротворец, а только зло делает. Как он может в Царстве Божьем? Царстве Божьем называется приход Христа. И я показываю, какая глава послания к Тимофею. Царстве Божьем называется явление Христа. И он там малейшим нарещется. То есть малейшим будет брошен в озеро Огненное. О-о-о! Вот я говорю, вот только так. И я это не как-то узнал от блаженного фефилакта, а он у Златоуста взял. Я знаю историю эту. И поэтому лучше божественной мудрость, чем самобытная глупость. Далее. Вот за грехи нескольких человек на родине, оказывается, весь народ такой вот... Что-то застряло. Непонятно. Что-то не слышно ничего. Интернет, наверное, не тянет. Что вы говорили, ничего не слышно было. Замерло. С интернетом, да? Сейчас меня слышно? Наверное, сейчас слышно. А до этого повторите, что говорили. Ага. Вот за грехи нескольких человек в народе наказывался весь народ такой был. Да. В Верховном Завете. Это услышали, да, меня? Да, нет, не слышал. Вот, нет, сейчас вы слышите? Сейчас слышал, да. А вот можно ли какие-то ссылки на Писание? Конечно, конечно. Это мы возьмем Иисуса на вина. Вопрос. Разрешите дальше еще вопрос. Задам. И вот, допустим, вот за грехи аборта, распространенного в России, да, или за другие грехи. Если Бог наказывает в итоге весь народ российский за это, получается. Ну, наказаны тем, что народонаселение уменьшилось катастрофически, и тут занимают другие, китайцы и Южной Республики. Тут в другом даже. Так-то оно не влияет. А вот там так было. Господь сказал, сейчас будете воевать, ничего не брать. Все должно быть сожжено. Город проклятия. И они, когда евреи воевали, вот приходят в битву, ни одного раненого нет, ни одного убитого. Вот как заговоренные. А тут сразу 32 человека погибли. Кто, что делал? Никто. Давайте по коленам. Колено было указано. Ну, колено, это не два человека, а может быть там 250 тысяч. Дальше. По родам, по племенам там как-то, по семействам. Никого нету. Теперь уже семейство уже можно определить бы. Нет, по одному. И был указан Ахан Синзары. И сразу говорит, прославь Бога. Бог узнал и нашел. Говори, сын мой, что ты сделал? Он говорит, когда воевали, я там заскочил в один шалаш, где с кем воевали-то, и там, я увидел там богатство. Я хозяина-то зарезал, а одежду взял, и слиток золота, и серебра. А где ты положил его? Да приходим в шатер, на который стол попирается, возле столба зарыл. Ну, послали юноши, юноши достали. Он говорит, вот, 32 вдовы, видите? Это вы их сделали вдовами. Мы были неуязвимы, но главное, что теперь среди народов пойдет молва, что они тоже уязвимы. Что ты сделал? Ты же знал, я наказывал, нельзя этого делать, нельзя. приговор, без апелляции, ты предаешься смерти. Жена, дети, шатер, скотина, все сожжено будет, чтобы праха не осталось. И казнь совершилась. Вот и весь ответ. Было такое, да, согрешил один, а весь Израиль, все войско, терпело поражение. А это прообраз чего для нас? А прообраз того, что сейчас, сегодня на духовной битве, мы вышли на проповедь где-то, а один не готов. Он делал такое дело, и Господь может всех остановить. Сегодня это не будет. Другое поражение, там стали беседовать, я не устоял перед таким там еретиком и прочее в этой битве. Это когда идут коллективно, как война. Там же война была. Не просто там набор где-то сделал, я знать не знаю, на мне отразится. На мне никак не отразится. Почему? Я выразил в интернете везде свое отрицательное отношение. Сегодня ежедневно в России 20 тысяч абортов. За время перестройки 120 миллионов погибло. Это государство. Большое государство, как Франция. И почему никто не запрещает? Запретил только один человек в своем регионе. Рамзан Ахматович Кадыров. Он запретил, уголовное преступление подвел. И Путин никогда не вмешается туда. Почему сам он не объявит по всей стране это? У Гитлера ни одного аборта не было. Почему? Ну, понятно, почему. Зачем же убивать? Это 120 миллионов. Когда за всю войну погибло во всем мире 50 миллионов. Во Второй мировой войне 50 миллионов. А здесь в утробе матери две мировых войны прошло. За перестройку. За 20 лет. Ну, что тут? Дальше-то говорить не надо. Ну, а как теперь? Ну, на нас это не влияет никак. Меньше мерзости будет, кого Бог убьет. Другие услышат Слово Божие. Они, священники, знают. За аборт не накладывают эпитемью. Правило Василия Великого. Второе правило. Если женщина убьет младенца в утробе, отлучается на 10 лет. 10 лет! 10 лет не имеет права причащаться. Должна стоять за пределами храма. А сегодня нигде не выполняет это. Нигде. Практически. Вот. А если у вас было бы... У нас было бы, она бы стояла 10 лет. Мы включили все правила. Сегодня 719 правил. Я сделал большую работу такую. Правил соборов. 7 вселенских, 9 поместных. И там 17 или 13 святых отцов. Книга правил. 719 правил. А на самом деле их 989. Но те были временные правила. Умер человек Кордувий. Ну, раз к нему относилось правило, и оно ушло. И вот сегодня, оказывается, нарушает и 719, и 413 правил. Целенаправленно, умышленно. То есть 57% правил под ногами валяются. Когда единого правила нельзя тронуть. А у вас сколько нарушено? Ни одного. Так это не может быть. Я тебе ответил. А ты иди и проверь. Так на меня священники сговорились. В одном месте беседовали. А мы узнали, вы тоже нарушаете. Тоже нарушаете. Я говорю, а как я нарушаю? А вы в путешествии были? Были. А вы ходили в туалет? Ходили. Так написано, пойдешь, возьми лопатку, зарой испражнение. И попосреди ходит Господь. Я говорю, так и было. У нас лопатка саперная. Мы сразу вырывали туалет. Уезжаем. Все зарывали. Ровно. Как? Я говорю, так у меня фотография есть. Тогда они другой нашли. А вот написано, что у евреев нельзя лечиться. Нельзя лечиться. Я говорю, а почему? Почему нельзя? Я погибаю, а еврей доктор хороший. Объясните. Ну, правила. Правила местного значения, где евреев убивали христиан. Сегодня этого нет. Второе. Не заходите в корчму. А вот, когда дорогу-то ездили, я говорю, а мы не заходили. Мы около костра, маленький костерок варили и ели. Еще не заходили нигде, не заходили никогда. Один раз с братом были, мы булку взяли, хлеба, батон. Ну, и зашли там в парк где-то, в снег толкнем ее, а когда жуем со снегом-то, оно во рту растает. И все. А другое. Не мыться в бане с евреями. Я вообще не хожу, тем более, с евреями в баню. Еще я, заразу, буду собирать сифилитишний какой. И они попытались сели. То есть подыскиваются. И оба раза промахнулись мимо. Опять стреляли и мимо. А говорят-то из зависти, потому что они не благовестники. Надо благовествовать. И времени у тебя не будет. Это надо подготовиться. Когда мы ехали, представь, до Португалии. А оттуда теперь в Скандинавию. Возвращаемся, заправляемся книгами. Едем в Прибалтику, север. Это сколько надо. Я посчитал, сколько на человека идет. Картоф, морковки, лук и чеснок. Все взвесил на весах. На сколько дней едем и с запасом взял. Это все надо было погрузить и на нашей ставке оставить. Особо сделали решетку в самой машине. Купили новую машину. Газель. А, это плохая машина. Плохая, но ехать надо. И вот представь, проехали мы 120 тысяч километров. Три раза по экватору земной шара поясали. Так мы не просто ехали. Вот у нас график был. Отбой мы останавливались в 10 часов вечера. Останавливались. Отходили ко сну уже. А вставали в 2 часа ночи, трогались в путь. Каждый день. Каждый день у нас в среднем получалось 1030 километров. Каждый день мы должны были встретиться в 5 городах, встретить людей. Библиотеку. Я не званный, не гаданный, неизвестный свалился на голову. У меня задача. В течение 10-15 минут вызвать доверие к себе. Дальше. Доверие к книгам. Сделать, взять расписку. Поставили, чтобы пищать. Чтобы книги берегли. И мы срываемся сразу, едем скорее. По плану где? 650 городов посетили. Такое путешествие невозможно сделать. Почему? Так у них не... Надо сначала книги написать. А у меня 38 томов. А что ты повезешь с пустыми руками? Это надо отречься от всего. 6 мусульманских республик. Турция. Это все мы прошли. И поэтому путешествия такого никто не делал. Ни апостола, никто. Его совершить невозможно. С нами Евангелие. Прекрасные журналы. Дальше. Визитки, где наши ресурсы в интернете. Тогда было другое положение. Шли пешком. Но больше нельзя. Машин не было. Мы сделали. Так а деньги большие? Да, за одно путешествие летом мы на бензин потратили 440 тысяч. Полмиллиона, считай. Вот так. Я экономил на всем. Они там купят рыбу, едят. А я в одной компании-то едем все. Я не ем. Почему? Мне надо сохранить деньги. Они купят мороженое, я никогда не съем. Мне надо вернуться домой, чтобы хватило денег. Это моя жизнь. А вы этим хвалитесь. Есть чем хвалиться. Я и хвалюсь. И написано, да вы видели, люди, ваши добрые дела. И прославили Отца Небесного. Надо таиться. Да тебе что таиться? Да ничего нету. Прикрой ты коза, ты перед, и уже иди вперед. Вот так. Ну да. Ну да. Ну это вообще 120 тысяч километров, это очень много. Я просто знаю, я раньше спортом занимался, мы ездили на соревнования по всей России. И дорога это тяжелое очень такое дело. Оно опасное. Там молиться надо много. Так мы же ночевали где-то в лесополосах. Мы три человека, два благовестника и шопер. Дальнобойщик. Он все должен уметь ремонтировать. И с нами собака ураган. После первой поездки, когда вернулись, на соревнованиях он стал чемпионом Сибири. А когда вернулись из Лиссабона до Атлантического океана, он стал чемпионом России. Под защитной карауольной службой. Ураган. Его как награждали, когда вернулись дети тут. Он любит бублики. Я его бубликами угостил. А в Германии подарили коврики ему. Так меня снабдилищем, сливками. У кого коровы-то есть. А в Германии дали там палтусы какой. Рыба там такая. Я все пополам с ним делил свою порцию. И каждый день его расчесывал. Он у меня блестел буквально. И каждый день, когда они ложатся спать, каждую ночь. Я рано встаю. Часа на полтора, на два. Я с ним проводил занятия, тренировал. Я сам занимался в уголовном розыске. И поэтому он так и вышел. Это послужило добру. Интересно? Конечно, интересно. Надо изничтоженное, излечь полезное. Господь говорит, будешь как мои уста. Я вот сейчас читаю вашу книгу. «Для слова Божия нет уз». Уже вторую книгу сейчас заканчиваю. Я ее перевел на формат для телефона. Я вам писал для этого. И вот там интересно. Я смотрел, как вот дьякон Сергей Бурдин. Что он отвечал там на суде. Что он, какой он писал. Какие письма он там писал. Какие там прокурору что или в суд он писал. И мне очень то, что как он заступался за вас. Мне вот интересно, как его судьба сложилась. Его сразу архиерей запретил служение. Архиерей. Он умер уже. Гедеон, архиепископ Докукин фамилия. Потом его перевели в Ставрополь. Там умер. У нас такие... Там даже мои письма есть к Гедеону. Да, да, я читал. Это он. Это он как раз его. Он говорит ему, говорит. Ваше счастье, что Игнатий Тихонович не знает, что в алтаре делается. Он видит только снаружи. Что вы там делаете-то? Ну, вот так Бог расположил. Его не допустили. Мне на суде быть. А как не допустили? А они знают как. Они внезапно к нему делают обыск. Он говорит, я Иолапкина вообще не знал. У нас встречи ни одной из них не было. Мы даже... Ну, никогда не были вместе. Неважно. У вас обыск был. Так нашли еще? Не нашли. А то, как вы были в числе свидетелей, поэтому вы не можете быть защитником. То есть, они специально сделали, чтобы опереться на какой-то закон. Ну, это... Так я не знал его. Вы ошибочно сделали. У меня обыск. Знали же это. Ну, однако сделали уже. Теперь вы свидетель. А раз свидетель, значит, не можете быть защитником. И паршивая эта власть исчезла. Ее нету. А как дальше-то, как его судьба сложилась? Ну, как дальше? Он сейчас протодиакон. Как был протодиакон, так и есть. Какое-то долгое время он где-то работал. Уезжал в Австралию. Там деревья обрезать. И говорил, как рано встаю, по Мельбурну бегу пешком один на другую работу. Там он работал. А вот когда... А вы с ним общаетесь? А он где-то жизнь, не знаю, в Тюмени раньше жил вроде. Или в Тобольске. Он как-то совсем недавно, чуть ли не года два назад, приезжал в Потеряевку со священством. При архиереи, при нашем здесь местном. И сослужил. Ну, он в патриархии. Мы там за рубежной церкви по сегодняшний день находимся. В Белой Мигрантской, Царской, как называют ее. Ну да, я видел. Я вообще с вашими познакомился вначале с вашей критикой. То есть я вначале набрал, когда вас, Игнатий Латкин. И мне вылезла сразу же куча всего плохого о вас. Конечно. Ну, я так как уже знал, что если что-то так сильно плохо пишут, то это надо разобраться. Потому что я уже встречался с такими вещами. Я стал разбираться немножко. Стал смотреть, что оказалось там вранье все. Как говорится, Иодель, такой был философ во Франции это. Ну, он в Англии был-то. А потом что-то во Францию переехал. И он говорит, выдержка такая. Я так много просчитал клевет в ваш адрес, что я безусловно теперь знаю, что вы очень хороший человек. Вот, вот, я так это. Иначе, говорит, мертвые не будут долбать. Значит, что-то касается их. Я-то ни у кого ничего не брал. Я не священник. Никто. Да. Вот, а у меня еще сестра, одна вот из Казани, она мне сказала, что кто-то из Казани приезжал к вам креститься. Ездра его, притом назвали. Да, да. И вот я хотел, а у вас его контактов не сохранилось? Сохранились. Мы переписываемся. Хочется с ним, выйти с ним, пообщаться. Ну, можно это через мой мир. Даже здесь, да вы просто зарядитесь здесь, в скайпе, ездра. Или в мой мир, мой мир, мейл.ру зайдите, одно слово, ездра. И он один ездра на всю вселенную. Все, Махар, все, понял, спасибо. Две тысячи лет не называли этим именем. Мы батюшку уговорили. Большего праведника не было в Ветхом Завете. А монахи его заблокировали, даже не канонизировали. Он из мусульман. А, он татарин? Да, татарин, мать кажется, туркменка, там что-то такое-то. И он пришел к Богу, очень ревностный. Побыл у нас тут, поработал, крещение принял. Это все у нас есть, можно увидеть. Беседы наши, в которых участвовал. Это все у нас на Ютубе. А и с ним связаться вот так одно ездра, потому что он один. Вот если вы зарядите Кузнецов, Иван, там, или Ивана... В Москве, кажется, пять тысяч Ивановых, Иванов, Ивановичей. В одном городе. Ну, фантазии нету. Вот у меня старший брат был, Самуил. Самуил. Ну, где в церкви, говорю, где... Да что в церкви, даже в школе не встретишь такого Самуил-то. Ну, Шамуэль. Или Шамуль, там они по-еврейски. Да, он, у Ивреев можно найти. Вот, я Игнатий. Брат следующий за мной, я Аким. Поназывали по календарю. У меня, у мамы, братья родные были, на фронте погибли. Макарий, Филарет, Эммануил. Ну, запиши, ни одного имени же нет такого сегодня в школе. Дальше. У моего отца был Степан Амос Наум. Пророки. Это одна семья только, одна семья, один табор. И считай, сколько имен. Вот так. А вы встречались с такой церковью краеугольного камня? Нет, не встречался. 21 тысяча этих названий. Они еще не видят, так и называют. Вот у нас тут есть новая жизнь. А новая жизнь, это районная газета в соседнем районе Павловске. Церковь одна. И Господь не сказал, что придет время, а она церковь загрязнится, и можно будет новенькую делать. Этого нет, говорят, врата она не одолеет. Это безумцы, в полном смысле безумцы. Наверивают ко Христу невесту, еретичку. Церковь – это невеста Христова. А вот смотрите, адвентисты седьмого дня. Да. Вы можете как-то вкратце рассказать об их заблуждении? Вот в чем состоит смысл их учения, в отличие от, допустим, православия? Потому что у меня, вот у жены, родственники все находятся в этой сельстве. Ну, большего заблуждения трудно придумать. Вот смотрите, он вышел, у Илья Миллер в 1841 году, он вышел от баптистов. Стал предсказывать, предрекать, когда явится Христос с точностью до одного дня. Но когда не получилось, он говорит, так в полночь. Я ошибся на полгода, день это за год считает. Он еще полгода откинул с марта там на октябрь, на сентябрь. Он опять не пришел, и он умер. Марк Твен это высмеивает все, писатель их. А вот женщина, Елена Уайт, она подхватила это дело и дальше повела. Все. Душу они не признают. У человека нет души, вообще нету. То есть он как таракан, как мышь, ничем не отличается. Далее. Субботу празднуют, во главу ставят. А суббота указывала на новозаветное воскресенье, покой. Они ничего не понимают. Кроме того, гиены нету, ада нету, мучений нету. А тысячелетнее царство? А, тут они все одинаково понимают. У них там такой был проповедник Бакмелдер. Это в аптисто. Тут они все одинаковые, что оно, тысячелетнее царство, будет на земле. Сатана будет связан, потом развязаны. Они не понимают ничего. Так вот, вот у вас есть формула такая. Вы тысячелетнее царство за пять минут доказываете, что его нет. И вы так последовательно с такими, последовательно это делаете. Да. И вот, можете вот эту последовательность рассказать, просто вот мне название говорить. Ну, это надо. Вы зайдете по этой теме, зарядите на форуме нас тысячелетнее царство. Это, я когда беседовал с баптистами, они четыре места привели из Писания. Они любят Библию. Я им на память привел 72 места. 72 пакета из Библии. Здесь у них проигрыш стопроцентный всегда. Сочинение царства началось на Голгофе, когда Христос связал сатану. Как, говорит, рассчитил вещи, зайдя в преисподнюю. Ну, определенно, четко, ясно сказано. И дальше закончится оно за три с половиной года до кончины мира. Дальше сатана развязан. Три с половиной года он будет здесь действовать. Не продать, не купить и 666 вырезать на первое место. И с колена Данова. А Сын Божий пришел из колена Иудина. Вот кратко тут больше говорить, никакого восхищения не будет. Восхищение церкви, все случится в последний день, в последнюю секунду жизни. Притом воскреснут одновременно. Они говорят, сначала праведники воскреснут на тысячу лет. А Слово Божие говорит, оставьте Россию вместе до сжатвы. А сжатвы, теория, кончина века. Когда Сын человеческий пошлет ангелов, и в последней трубе архангелов воскреснут. Воскреснут. Одновременно. И превелы пшеницы. Одновременно. Одно воскресенье. А как же написано второе воскресенье? Второе воскресенье духовное. Первое телесное. Ты считай. Второе смерть, второе. Тогда понимай о теле. Тогда будет второе. У нас тело и душа. Адам в раю. Ну да. А Господь сказал, в день, в который вкусишь, смерть и умрешь. Он умер? Нет, он жил, детей нарожал еще. А он умер духовно. Когда, считаем, 15 глава Евангелия от Луки написано. Вернулся блудный сын. А отец говорит, сын мой был мертв и ожил. Мертвый. Я жил. Вторая глава 5 стихи к Ефесянам говорится так. И нас, мертвых, по преступлениям. Воскресил, оживотворил, посадил на небесах. Оживотворил. То есть, там первая духовная смерть. И духовная смерть и первое духовное воскресенье, когда я уверовал. Это я воскрес из мертвых. Второе, вторая смерть. Это телом умер, зарыли в землю. И второе воскресенье будет, когда Бог воскресит тела. Все. Последний судный день. Все. Ничего больше нет. А что слово «последний» означает? Это шесть мест только из шестой главы Евангелия Теана. То, что Господь разговаривал с Марфой, знает, что воскреснет в последний день. И далее Господь говорит, я воскрешу его в последний день. Это все последнее. А у них не последний. Они ошиблись на тысячу лет. А в каждом году 365 дней. И они, баптисты, адвентисты, ошибаются в 365 тысяч дней. Ошибка у них. Да. Вот вопрос такой еще тогда. Осуждение и обличение. Вот разница между ними. Как это найти? Ну, вот какая грань между ними? Осуждение и обличение. Осуждение означает вынес приговор. Не просто сказал, а приговор. Осудил. Осудил. Что все. Он не покается, то другое. Когда Духа Святого похурит только. Иногда я говорю, похоже очень. Но и это не могу сказать. А обличать, то есть личину показать подлинную, обличка, личность его показать, еще он состоит. У нас в русском языке богатый русский язык. Только слова разбери, что они означают. Обличение. Обличи, брат согрешил против тебя, иди обличи его. Обличи. Покаялся, приобрел. Нет, возьми двух-трех, обличи снова. И так далее. Обличать надо. Вот подошли, там против меня подыскиваются. Там один священник такой. Ну, прямо, прости господи, подлейший. Вместе разговаривали. Девять роликов. Прекрасно. Теперь взламывает, заходит везде, все рвет. Вот, потому что его там повысили в миссионерском отделе. Ну, Сергей Дудко, я понял. Ну, вот. Ну, куда это годится-то? На Валентину стартится, он там напал. Все разломал у нее, он знает, жалобы всякие. Подговаривают людей у меня в контактах. И глушил, глушил понедельно. А потом, когда опомнился, у нас были хорошие отношения. Он давай писать в администрацию, я ошибся, снимите это. Он заклинал. И он сейчас просто с ума сходит. Я ничего не могу сказать. Но я ежедневно молюсь о нем, чтобы Бог Господь дал ему квартиру. Вот все, что он бунтует все эти годы, я ни одного дня не пропустил, чтобы перед Господом на молитве не сказать, Господь, дай ему квартиру. Ему так тяжело. Это все временное, что он говорит. Не вминием этого безумия. Он не знает, что говорит худо. Как Господь сказал. Читал ваши переписки. Да. Вот такое. Я даже потом удивился, я даже не знал. Я думал, это не он. Может, я читал вашу переписку, он так искренне вам писал? Да, это он. Это вот на радиостанции потом он тоже, да, выступал, получается? Да, несколько раз. Ну, а мне-то что от этого? Я работаю, а они-то ничего не делают. Так я-то не священник. С меня спрос за печи и за то, когда я дежурил, сторожем был. У меня воробей не пролетит, незаметный. Я там их переловил, этих воров, сколько. То есть я отвечаю за это. Отвечаю за истину в книгах. А он отвечает за пасту, какая есть. Тут разница большая. Спрос большой будет с него. Почему Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о, священник, тебе не хватит всей жизни загладить вину, ибо за нее умер Христос. А я не священник. У меня тысячи людей пришли, как пишет газета «Епархиальная местная». Так, вот еще вопрос от моих друзей. Вот человек, вот у меня есть друг. А вот хотел спросить у вас, как бороться с нетерпением и вспыльчивостью? И с чем? С пыльчивостью. С пыльчивостью. Ну как, ну маленько воображение развей, первое качество лидера. Первое. Воображай, что ты на допросе, уже в тюрьме. Почему никто там не пылит? Тебе зубы заставят проглотить свои в этот же раз. И все, кончилось. Почему нет, с пыльчивостью. Тут не мог, жену убил. А теперь в коридор выводят, а над ними у нее такая киянка, деревянный молоток длинный, окованный там алюминием. Они ходят, шконки там бьют, оторвано нет там что-то от полосы. И выходят такие амбалы, руки на стену, ноги растопоришь. И они ноги расширили стоят. И их там пять человек. И она среди них, вот такая пигалка, ходит и командует. Нет, еще и молотком его ударят. А почему? А по краям там стоят. Если он тронет где-то, что-то где-то, и все. Умер от туберкулеза, и все. Сразу почки отобьют. Я это все видел. А почему? А тут никак, там нельзя, говорят, там убьют. Вот Солженица написывает, там встретился, когда Киев освободили, а у него знакомый один, пацаненок. Он знает его, он говорит, все время воровал, не работал, воровал. Он говорит, слушай, а как ты при немцах-то воровал? Нет. А почему? Так они расстреливают сразу. Один раз захватили, расстреляли. Я работать пошел. А сейчас? Ну, а сейчас немца прогнали, я опять ворую. Вот и все. Возьми Саудовская Аравия. Вора поймали. Сук, 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 кричат. Это я, говорит, Григориянс пишет. И назад, говорит, мы проходим, почерневшая на Африканском солнце, кисть руки почерневшая, прибитая к воротам базара. Все. Один вопрос, какой рукой воровал? Можешь воровать только два раза. Третий раз рук нет, отрубает голову. Саудовская Аравия, Йемен. Ну, они по своим законам живут. Конечно, жестокий закон, то другое. Но у них воров нету. От пьянки не умирают. Пьяные не давят никого. Открытого прелюбодеяния нету. Это все под контролем. Гей парадов нету. А они сразу в один день заканчивают их. Так что, вот такое дело. Как не терять благодать? Поначалу чувствуешь руку Божию, ходишь в храм, читаешь книги, а потом львение утихает. Как с этим бороться? Бороться никак. Тут только молиться, чтобы к этой грани не приступить, потерять благодать. Благодать, когда человек недостоин, он замер, ничего не делает, а зачем ему это надо? И он стал другой. Мне говорят, вы раньше ездили, проповедовали, сейчас нету. Вы все потеряли. Ну, это нападает где-то. Я такой ослабевший, то другое. Ну, я тогда приехал. В библиотеке 20-30 человек. А у меня посещаемость просмотров 30 миллионов. Ну, что ты? 30 и 30 миллионов. У меня в миллион больше теперь. Сколько я провожу? Ну, у нас 14 тысяч роликов. На одном ютубе. Меня блогером там называют и прочее. Нас отнести к средству массовой информации, к СМИ. Поэтому у нас закон такой. Я должен внимательно смотреть. Ну, они говорят. Ну, говорят по незнанию. Как это? Я ослабел. Как я ослабел? Вставал в 4.40. В 4.00. А теперь встаю в 2 часа. В 2 часа. Разбираю почту. Пока в 4.40. Остальные встанут. Печь затопить надо. Как я ослабел конкретно? Он ничего не говорит. А надо показать, что я пропащий. Ну, такой так. Ну, помолись обо мне. Ну, грешный человек. Ну, что спрашивать? Я здесь давленый, мятый. Нашинкованный на мелкое. Так ведь 80 лет за плечами. При большей крепости 80. Вот, 10 июня мне будет 80. 9-й десяток пойдет. Ну, злорадствует. Они не знают, что за это время у меня столько вышло книг. Я за компьютером провел за 9 лет. 30 тысяч часов. В окрестности мы только раздали, по домам здесь ездили, 30 тысяч евангелий. Ну, все это говорит или не говорит? Ну, надо толкнуть, показать, что я никуда не гон. Ну, я такой и есть. Немощный, старый. Старый, говорит, пень. Ну, пень-то, говорит, когда почувствует в воду влагу-то, и отростки пускает. Я не живу ни один. Вот у меня сколько сыновей, сколько дочерей. Вот посмотри, как относятся люди. Тебя где-нибудь там какой-нибудь ректор университета встречал так, чтобы я преклоняюсь перед этим человеком. А хватит мэр города, целует или архиерей. Митрополит. Он без трех поцелуев не пропустит меня. Это не мое, это Бог делает. Почему? Благодатный труд. Он привлекает благодатных людей. Вот ко мне на занятия приходили баптисты. Ну, а я-то говорю, что они не церковь. Это же гибель, ересь. Ну, а как вы считаете? Вот у нас были наркоманы, и они умировали. Это как, от Бога или не от Бога? В записках. Я отвечаю, от Бога. Ну, а как же мы еретики? Бог делает через ослицу, что хотел. У Валаама заговорила ослице с человеческим голосом. Так что тут не надо Богу указывать, когда и что сделать. Но это определенно. И тогда православие, да что? Это баптисты Духа Святого имеют. Я говорю, слушайте внимательно. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дух Святой открыл им тогда, вот до первой ступеньки они правильно понимают. Дух Святой открыл. А дальше они замерли, уперлись и стоят не с места. Начали хулить Божью Матерь, там, иконы и прочее. Вы разбирайте. А кто не так отвечает, как вы? Никто и никогда. А почему? А вот вы самобытный, самородок. Я этого не знаю. Я просто молюсь. Самобытность. Когда написано, я вместо Писания привел одно. Вот Андрей Кураев это увидел. Там называют меня... Слышали, как он там отзывается-то? Я таким себя не считаю никогда. У меня ничего нет. Я подчеркиваю, у меня нет никакого образования духовного. Я просто технарь. Строитель. Но я люблю Господа. Это несомненно. Я его люблю. И слово его люблю. Еще больше сказать. А Библия неправильно переведена. Никогда такой мысли не допускайте. Перевод русского на русском. Синодальный перевод лучший в мире за двухтысячную историю. Не у нас в России, в мире. Один там помогал ему друг лютеру переводить. А у нас четыре духовные академии. Двое уже перевозчиков канонизированы. Филарет Метрополит Дроздов и Архимандрит Глухарев Макарий Алтайский наш. Переводчики наивысшего класса, которых нет сейчас даже. Перевод русский, богатый язык. Ну, все здесь соединилось в одно. Благословения. Молитвы. И поэтому, вот, есть перевод, а по-гречески слово так, не слушай, они ничего не знают. Одно слово по словарю узнал и трясется. Никогда мысли не допускайте. Лучшая Библия, и я самый счастливый человек, что у меня на русском языке, перевода 1876 года, есть Библия, она лежит у меня вот перед глазами большая. Никогда не позволяйте говорить. У нас были, которые приходили в нашем содружестве, сейчас там называется, на занятиях беседовали. И он там по-еврейски, что там слово скажет где-то. Ну, на меня он наткнулся-то, а я ему все разъяснил. Разъяснил, конечно, так что он понял. Понял, он сразу ушел. Хороший человек. А дальше вот это надмение называется, надмивается, там он знает, там где-то. Я ничего не знаю. Хотя я, когда обратился в это время, я на семи языках занимался. Я считаю, мои знания во всех языках, где я у немцев выступал на немецком языке самостоятельно, они мизерные, они крошатные такие. Ну, так вы же разговаривали, а вы же говорили. Я говорю, знаю, что такое языки. Это крохотные. Мне надо жить в той стране, заниматься литературой. Вот Набоков, это кентавр был. Он одинаково на русском, на английском писал свою лолиту. Вот. А таких людей-то мало. Это Самуил Яковлевич Маршак, Мелор Стуруа был по-испански там. Я назову. Лично у Брежнева были переводчики. Я тоже переводы делал. Переводы делал для академии. Знания мои мизерные. Я говорю, это не то, что я смиренный какой-то, а я знаю. Все. Вот сейчас, если бы я знал, мои стихи, вот Яндекс заряжу переводчик, Яндекс переводчик. Мои стихи я заряжаю по-русски на английский, могу на китайский сейчас сделать. Она переводит. И переводит правильно, но это не складуха. Надо еще подобрать нужное слово, как Самуил Яковлевич Маршак делал, чтобы оно было складное. Вот Расул Гамзатов пишет по-аварски. Писал. Гребнев, Наумов. Вот два переводчика были, основные у него. Значит, они те языки знали и имели талант стихотворной форме излагать. Вот так. Ну, чтобы переводить стихи, надо быть не только переводчиком, но еще и поэтом. Да, вот я когда приходилось переводить толкование песни-песней, когда отец Геннадий Фаст еще не написал книги, немецкие, готическим шрифтом, я перевел книгу. И места, где он берет стихи Геннадий, там, гетты, я все переводил в стихотворной форме. Переводил. Я не нарушаюсь там за высоту, стиле, но сегодня вы получали от меня это пророчество? Ну, вот, смотри, это не стихи, это проповедь в стихах. Но зато в них заложено то, что ни у одного поэта мира нигде не было просто сказано. Я определенно знаю, я не поэт, называют там поэтом «Сохрани Бог». Я не писатель. Но что идет из сердца, это всем понятно. Я никому не подражаю. Говорят, ну, а стихи хоть на что-то похожи? Бальмонт, Константин Дмитриевич, на его стихи примерно похоже, то, что я пишу. Мало того, у меня против каждой строчки стихи есть место писания, откуда взята глава стих, глава стих, книга. Этого тоже в мировой практике никогда не было. Я первый застолбил. Первый. Никогда никто не писал. Ни Пушкин, ни Некрасов, ни Блок. Никто, ни Державе, ни Сумароков. А почему решили? Ну, хотел показать, что я ничего нового не сказал. Этими местами писания я себя принизил. Один приехал, вот у нас в деревню потеряю, хоть один в люди вышел я. Я говорю, а как я вышел? Ну, вот такое пишите, вот даже стихи, вот такое-то у нас, такого больше ни у кого не было. Я говорю, так я местописание указал, откуда взята? Так тогда бы еще больше, а знаете, вы знаете, откуда взять. Я-то хотел показать, что я ничтожен и ничего не знаю. Я просто, у меня мысль здесь пульсирует. Я эту мысль выразил вот так словами. Да, я выступал в литературном институте, меня там на первое место поставили. Печатали там в разных местах свои стихи вышли. У меня 4 тома по 800 стороне стихов. Но это не стихи. Это проповедь в стихах. Я не претендую ни на что. Когда я архипелагу лак насчитал, один говорит, я давно хотел просчитать, и нигде не было. Сейчас нашел лапки, но этот зэк считает. Его видно, что он каждое слово знает. А другой говорит, он ударение там неправильно делает, его к стенке расстрелять мало. Стрелять, а другому понравилось. Я говорю, сам бы никогда не просчитал. Ну что ты сделаешь? Да, я такой вот. Ну, негожий. Негожий да божий. Вот и весь ответ. У меня дедушка тоже читает. Он в лагерях. Ну, 90 лет сейчас он тоже в лагерях, в Сталинске лагеря прошел. Вот он читает тоже очень. Интересно ему. Ну что, давай прощаться. Да, да, благодарю. Аллилуйя. Во славу Божию. Так что, если пройдет дней 10, этот ролик может выйти. Там название какое-нибудь может быть божественное. Надо каждое открывать и смотреть, вы себя найдете. Товарищам вашим передайте, скажи, я озвучил, ответ дан. Пусть приходят и слушают. А еще лучше, когда они с вами рядом будут сидеть и будут говорить. Все, с Богом. Будет. Аллилуйя, отошел. 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 Аллилуйя, отошел.